Уже, уже начал контролировать, игра стартанула, Last Refuge. Ох, ну хорошо, хорошо, что у нас тут TH из Альянс. 2-0, 2-0 минут по 12 игры. У Лоллера можно, все хорошо. Понятненько. Чисто. Ну посмотрим. Жалко, я бы, конечно, сегодня начал сыграть императора, знаете, чтобы сразу зарядочку такую получить. Но сегодня мы только почитали посты от Дмитрия Костина. Не обошлось, конечно, без косяков у организаторов, мы это понимаем, императору сложно угодить. Вот, но он играет, разогревается. Демон Хантера у Колорфула. Думал, что что-то интересно будет, оказалось, как всегда, неправильно поняли. Мы тебя правильно поняли, все. И что-то было интереснее это, а не то, что ты написал. Так что, могло быть хуже. Мы взяли самые интересные из твоей фразы, Никита, не переживай, все в порядке. Мы найдем, на чем поражать. Так, там разведочка в районе таверны. Висп висит у нас над зеленой точкой внизу. Так, Димке вернули Берн за 50. И вроде как больше изменений в последнем патче, касающихся Демон Хантера, напрямую, по крайней мере, нет. О, я только сейчас понял, что у тебя аж на Кейка похож чем-то. Посмотрите. Азиатская версия. Тоже за Альянс играл. Я думаю, кого он мне напоминает, блин. Точно. А Колорфулл — это версия Соника китайская. На каждого из нас есть китаец. Задумайтесь об этом. Всегда есть китайская замена. Салазар, мое уважение, снимай шляпу. Так, тут... Оп. Недоконтраливает, недоконтраливает Колорфулл уже. Но Кейк же худой, пишет один. Но Кейк побольше. Отлично, вообще. Эксперты, эксперты. Где китайский майкер? Я даже искать не буду. Я знаю, что он есть. Но меня пугает даже на ли... Ну, да, сам факт существования такого. Ну, выпитый! Такой вообще странный этот Колорфулл. Как-то кривовато он контролит. Так, здесь прикрыли Арчу, нормально. Сейчас все за сапогами. Ну, кто ты, Колорфулл? Что, такой княвленный прыгнет? Ой... Да, он уже по мелочи проигрывает. Ну, просто по мелочи проигрывает. Он, конечно, отобьется. Все дела, это понятно. Вопрос времени, когда он отобьется. Но он не дошел до магаза. Позднее купил вторые сапоги. У него ресурсов не было, видимо, на сапоги. По микро-моментам. Вот это вот что такое. Арчу подставляет ненужным абсолютно образом. Ну, спрячь ее! Ну, какой проблем? Это не проблем. Это просто нет Хантерс Холла. Еще есть время, все в порядке. Да нет, еще же там Грейт только к половинке доходит. Ну, чего ты? В Бэк Туоркер-то проблема из ниоткуда. Вот сейчас спокойно ставят Хантерс Холла, спевают. Без проблем. Магазин доделывается. Делается. Тяж успевает нос почесать еще. А нет, все-таки Т2... Т2, да, я ошибся, друзья. Я просто с тайминга съехал полностью. Уже доделался Т2. Нага агрессивный у нас от Тяжа. И Диме уже не так хорошо, потому что у нее и со здоровьем беда. Да, все-таки правый МБэк Туоркер. Видите, там Т2 доделалось, а Хантерс Холл только-только-только-только. Вообще, передать сапогенду было Наге нашей. Ну, в смысле, нашей эльфийской, имеется в виду. Ну и вот, пожалуйста, уже слишком много урона. Минус ТП, извините. Ты что? Так ты не догонишь эту Нагу, скорее всего. Не, я не понимаю. Ну, то есть, в такой ситуации уже лучше... Лучше ТП использовать. Нага крипится слева, Архмаг харасит. И не сразу еще заказал героя. Серьезно. Не-не-не, с такой игрой... С такой игрой, конечно... Инфи даже на свой... Ой, в смысле, Тиаш даже на свой... Назвал первый раз, кажется. По крайней мере, первый раз заметил, что назвал Инфи Тиашем. Он даже на базу не возвращался, понимаете? Там у него сбегал Архмаг на базу, но особо он не прекращал давление. Все, рифлы присты, забираем вражеский магазин. Допушиваем до медведей. ГГ. Все. Да не страшно уже второе... Делает еще разведочку иллюзиями, смотрите. Хорошо. А Дима... В чем он был второго уровня еще? Почему, 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 почему он его... Там было миллион времени. Он явно его отдал осознанно. То есть, прям осознанно он его отдавал. Ооо, да ладно! Это уже такая наглость от Тиаши. Да, он прям наглеет, наглеет на глазах. Он это сделал, чтобы, возможно, основную армию успеть прийти, но это такая наглость. Соула магом, без маны, битым магом причем он это сделал. Но это сработало, да. Он не докрепил точку из-за этого. Испугался вообще никого. Ха-ха-ха, классно. Давит авторитетом просто, понимаете? Настолько Тиаш... Уверен в себе, и он демонстрирует эту уверенность. И Colorful ведется. Ой, сейчас еще давайте моноберн в нагу. Прям, прям хочу в иллюзию. А, и он отдал, кстати, остатки троллей на лагере наемников. Да нет. 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 Нет, в мечтах, в мечтах. Просто приходим, давим 2-3 на 2-2 против первых медведей, и все, и гг. Лорницу сносим. Ты еще Грэдди заказал, да, в лорнице? Третий. Тыкните, пожалуйста. Ну тыкните, ну тыкните в лорницу. Ну интересно же. Почему Тиаш не давит? Это очень-очень странно. Потому что он реально может... Ну-ну-ну, тыкай, ну тыкай. Ладно, мы посмотрим, если медведь выйдет, то это медведь. Минус арча. Ну просто лорницу ковырять, и все. Да, там медведь, окей. Футов там на халде. Орбы, кстати, все еще нет. Ой, ну куда ты лезешь? Ну куда ты лезешь? Ну что? Ну что? Не, я расстраиваюсь, потому что это эльф, как бы у меня... А, и Грейд в другой лорнице после медведя. Понятненько. Ну тогда подождем еще 25 секунд, пока Грейд сделается. Да, это минус Монвелл. Ничего страшного. Ну, демон не должен был лезть туда, естественно. То есть он туда полез, видимо, от недоконтроля. То есть он там и никого убить не мог, его никто не прикрывал. У него и хп было где-то 250-300. Ну то есть... Да ладно, он еще отменит Грейд. Может, ну покажи, где там близко? А, нет, уже не отменит. Ну мог, мог, мог. Все, только сейчас достроился Грейд. Он там очень живенько эту лорницу сносил. Все, поехали, медведи. Есть возможность отступить к Магазу. Ну хотя там три медведя всего лишь. Один причем без маны. Форкет, Дима! А став есть у нас? Став есть? Став есть? Став есть? Дима просто... Что? Как ты? Что? Как он бегает туда-сюда? Падает медведь. Форкет минус Мишка. Помните, про 12 минут говорил? У кого есть возможность отмотать, проверить? ГГ. Вообще без шансов. Ну то есть совсем без шансов. Настолько ровно, настолько дефолтно, без... Тяж не сделал ничего... Ну нет, он сделал очень много всего. Он, во-первых, отыграл четко. Он всегда контролировал происходящее. Он крепил нагло. Он великолепно контролил, в конце концов. 10 с половиной. Не 12. Извините, пожалуйста. Был неправ. Был неправ. Демон просто взял и умер просто. Кто же ожидал, что Colorful решит не прожать ТП на втором Димке? Ты как бы на первом уровне сомневаешься. В этой ситуации, потому что инициативу теряешь. Там соло Нага остается. Ну и второй Дима-то стоит уже 210. Простите. То есть разница в ТП 140 голды. То есть ты тратишь телепорт. Который не факт, что тебе в этой игре пригодится. А там, соответственно, и подкармливаешь русских героев, и на какое-то время теряешь им инициативу, потому что он еще там 20-25 секунд будет восстанавливаться. Колорфул в здравой лиге. Да-да-да, у них очень серьезная разница в пауровых. Но интересно, почему он не стопэшился в этой ситуации. Ладно, это был бы какой-то неожиданный Хиракилл, да? У него было масса времени, чтобы подготовиться. Там один выстрел, потом летит второй. Есть понимание четкое, что он точно убьет, что там ХП вообще не оставалось. Там меньше 20-ки было точно. Он мог поражать ТП во время полета стрелы. Я уж думал, что он просто ждет, когда стрела долетит, ну типа, чтобы максимально выиграть время. Не, он просто решил второго Димку отдать. Зачем? Ну, тебя же очень четко отыграл. Мне даже кажется, что у него даже стартовые футы сильно не пострадали. То есть у него было 3-4 фута, и он их, кажется, дотащил до финалочки. Кажется, один сдох на верхней лорнице, а потом, ну, в финалке, естественно, они полегли. Но он, к тому, что особо он не терял вообще ничего. Не просто героев не терял, он и юнитов не терял. Удобное мобильное приложение. Еее, вратанис. Готовится уже новое. Будет еще удобнее. Потерянный какой-то, колорфул. Обречен. Вид у него не боевой совсем. Он спокойный, конечно, но... Что-то надежды в глазах нет. Да-да. Это 2-0. Это 2-0. Это убийца просто. Ну, то есть, у кого больше шансов взять голд? Тяж или инфи? А я хотел бы посмотреть сначала игру инфи. Вообще, я за Муну бы топил. Слепо, потому что я фанбой. Ну, сначала за Императора, естественно, с Кэшем. А потом уже за, собственно, Муна. А, ты видела игру инфисос? Ну, это не показательно. Это не его уровень. Ну, то есть, это не его противник. Хотя, замечание, естественно, дельное. На сайте в разделе новостей нет Вильтера по игре. На главной странице есть Вильтер, насколько я помню. И он работает, потому что я вычеркнул в свое время PUBG из новостей. И поэтому удивлялся, почему это у меня новость о турнире, о лиге. Не отображаюсь, хотя она опубликована. Фильтр работает. Ну что ж, вторая игра. Времени до первой игры прошло больше, чем сама игра. Между играми пауза, конечно, не такая большая, но все равно сопоставима. Это огромный фактор здесь. Колорфул, он должен шейк это. Это нервозность? Не точно. Но он должен двигаться в это более уверенно. Сейчас, чтобы у вас есть возможность против Т.Х. матч-поинт для этого человека, для рога-уарьера. Да, Никитаем, конечно. Ух, его ковер просто огромный, огромный. Угу. Да, это последняя игра на сегодня. Довольно быстро отстреляемся, за 4 часа. Турнир растянут, как сообщает император. Мало игр, конечно, мало. По 4 часа. Ну, хотя это сейчас, может так кажется, из-за того, что есть, ну, не самые, ну, сегодня у нас просто были, было две серии с OC, и вот сейчас Colorful, которые, ну, без интриги особо. А так, в общем-то, 4 серии до 2 побед, это... Не, все-таки Димка первый. Хотя прогнозировали козла. Ну, у Димы так Дима. Главное, не отдавать его вот так вот просто, и пользы будет больше. Да, привыкли уже к козлу. Удивляются Дима Хантера. Кто играл, вообще можешь озвучить? Ну, есть всяточки. Значит, инфи против OC. Блин, а какой у нас второй матч был сегодня. Ну, Кэш играл с фокусом. И 120-й играл с Сэлла Лайт. Но там, кстати, тоже... Ну, там были... Была борьба, были реальные шансы на победу. Ну, что-то, как у Кэша тоже получилось. Вроде, X подбил, вроде, нормально все, и на инерции там начал настраивать эти гипосов. Угу. 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 Да, это не критично в любом случае. Если бы он сделал вызов на 130 маны, чтобы Берн был неполный, а так это дефолтная тема, когда Димка прибегает на Харас, делает Берн, перед ним вызывает Элем, и еще Архмага Манна остается. То есть, этим Берном ты не мешаешь ему вызвать Элементария, что и удивляться-то так. Это вот ошибка от Димки, конечно же, потому что он не добьет, он не добьет. Ну, унижает, короче, Тиаш. Просто унижает. Уже второй АМ отгоняет, отзонивает вот так вот Димку. У Димки меньше половины ХП, здесь тоже недоконтроль, это ошибка. Ну, короче, у Колорфула просто по... Давай еще Арча сейчас умрет у нас от Фута. Нет, ты контролил, хорошо. Да, Футмен умер. Извините, извините, ладно. Да нет, конечно, надо было отводить, но Фонтан куда-нибудь ночью лечиться, и там же скорость перемещения одинаковая. О, Вартанин, спасибо большое. Диспл пошел, битый Димка. Да, но когда он прибежит, тут останется... Да. Да. Надо сейчас просто переключаться на Димку, опять же, зонить его и спокойно добивать... Как же, как... Это минус ТП. Серьезно. Футмен такой. Сейчас я ему покажу. Футмен сначала отбегал просто от Дима Хантера, потом как убил, сколько у него хп. Мог с одного удара его убить. Неплохо. Это было заранее этими битыми футменами блочить. Было бы на шаг впереди, мог развести на телепорт. Неплохо. Да, вратанинс вообще это в челленджи лучше оформляется. Ну и в результате нычка закреплена, третий архмаг с отличными артефактами. Хараса по сути никакого не было. Не было Хараса. Единственное, кто потерпел, это футмен, который наоборот тяжелых харасил. Здесь ни один рабочий не пострадал, ни одна арча не пострадала. Футмены отлично зонят, опять же, Дима Хантерова. Хантерова. Дмитрий Хантеров. Там спокойно хорошее, кстати, место для нычки. Видите, справа специальный притык практически к этому к лесу поставил для того, чтобы можно было там футменов, рабочих водить. Смотрите, ап, ап. Отсюда можешь не уйти даже. Ну что, ну что? Ну, ну, ай, так отзыв, что это? Там можно было дважды его окружить. Ай, ладно, короче, неважно. Тяж подрасслабился, не пользуется теми возможностями, которые у него появляются. Дима не должен был отсюда уходить. По крайней мере, на персоналке улетать. Но у него было где-то 230 хитов. Если бы он не вовремя это сделал, то он мог бы и на телепорте улететь. А на телепорте, вы же помните, он не очень улетает. Там еще футмена прибегает мимо панды, которая крепится с орчами. Но ему не нужна эта панда, ему нужно просто тайминг Т2 сдвинуть. Красиво. Сразу второй, а все равно отменят. Зачем? Зачем? Ааа, ебей. Просто уничтожил. Ой. Там такие нервы, там настолько... Просто тяж... Такое выражение лица у него, что типа, ну кто это такой, ну что это такое вообще? Кто? Кто? Кто он? Так давит просто. Ладно, расшифровываем. Лорницы были отменены. Вторая по ошибке. Там был мисклик, он выделил две, отменил обе. Как бы она все равно там, она на 40% уже достроилась, то есть в принципе можно было еще там по... Другой уровень. Другой уровень. Твое уровень. Твое уровень.